Здравствуйте. Я с вами, можно? Главное, это филактические осмотры на приёмы с Колей. Трилогия о докторе Устеменко. С неё началась любовь к врачебному делу, рассказывает Илья Соломонович. Он посвятил медицине всю жизнь. В Каринской амбулатории доктор лечит пациентов уже 35 лет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил ему звание заслуженного работника здравоохранения Московской области. Всё держали в секрете до последнего, вспоминает Илья Угорский. Я немножечко был, ну, оторопел. Тем более так получилось интересно, что награждаемых было много. И мою фамилию все не называли, не называли, а предшественников награждали орденами. Понимаете, думаю, интересно. А что же мне-то? И вот в самом конце уже назвали меня и вручили мне удостоверение с почётным знаком с этим. Вы знаете, это, конечно, очень приятно. Илья Соломонович признаётся, его работа не из лёгких. Ежедневно приходится сталкиваться с трудностями, но большой опыт и постоянное изучение новой литературы позволяют справиться со всем. Самый тяжёлый период в практике был во время коронавируса. Очень непонятные иногда течения болезней у тяжёлых пациентов, очень непонятные последствия. Трудно было найти правильный путь реабилитации посткоронавирусных осложнений. По словам врача, коллектив очень важен для профессионального роста. Здесь, в Каринской амбулатории, атмосфера доброжелательная и дружеская. Есть и свои традиции, например, ко дню медицинского работника. Каждый год они выбираются на природу. Это уже традиция. Они ездят все на водохранилище на русское. Обычно на все выходные. То есть они уезжают в пятницу с конца рабочего дня. И потом все в течение выходных туда подтягиваются. С палатками, шашлыки, рыбаут, купание. И в этом году мы тоже уже спланировали такие выходные. Поэтому все будем встречаться там. Традициям нельзя изменять. Современное оборудование – вот что важно в сегодняшнем мире. С этим здесь проблем нет. Ершовская амбулатория известна своими рентген-кабинетами, которые оснащены всем необходимым оборудованием. Поэтому для врачей созданы все условия для эффективной работы. Эмилия Аркелян, телекомпания «Одинцова».